Доброе время суток, уважаемые родители. Мы с вами продолжаем разговор о массаже, гимнастике. Ну, своего рода, можно говорить и о закаливании ребенка первого года жизни. Сегодня мы остановимся более подробно на упражнениях и массажных движениях ребенка 3-4 месяцев. В этот период, давайте дадим ему краткую характеристику, ребенок в норме, начинает вести более активный образ жизни. Он больше бодрствует, поэтому времени для занятия гимнастикой у вас будет больше. Но довольно часто начинает меняться настроение. Он не всегда может быть веселый, довольный, счастливый, как каждый из нас с вами. Поэтому надо выбирать стараться время, когда он более благодушный, более хорошо настроен. Поэтому он в этот период хорошо держит голову, опирается на руки. И поэтому это надо использовать. И одно из таких важных элементов оздоровления – это максимально часто выкладывание его на живот. Это нужно для того, чтобы при выкладывании на живот ребенок всегда понаблюдать за ним. Опираются на руки, поднимают голову, соответственно, мышцы спины прогибаются, они начинают укрепляться, начинают укрепляться мышцы рук. То есть все, что необходимо для следующего этапа в развитии вашего малыша. Соответственно, укрепляются мышцы шеи, голова начинает активно удерживаться, активно поворачиваться. Соответственно, это еще больше увеличивает ситуацию знакомства и общения ребенка с окружающей средой и влечет за собой благоприятность не только в физическом, но и в психоэмоциональном развитии ребенка. Четыре с половиной месяца ребенок хорошо опирается ладонями не только на стол, на кровать. И вот здесь основной упор ложится на кисти рук, которые, в принципе, тоже надо укреплять. Поэтому, смотрите, мы с вами говорим о том, что выделяется время для массажа, для гимнастики, но гимнастические упражнения можно осуществлять не только в это время. Главное знать, какими правильно пользоваться, а можно их использовать в любое время вашего общения с ребенком. Например, казалось бы, такая известная, банальная игра, да, как игра в ладушки, посмотрите, да, вы общаетесь с ребенком. На самом деле это не просто развлечение, а упражнение, способствующее укреплению мышц и суставов кисти, которое будет очень необходимы ребенку тогда, когда он начнет подниматься. И вот если кисти рук укреплены хорошо, то это произойдет быстро. Это поможет ребенку даже впоследствии, когда он начнет ходить и падать, это будет способствовать отсутствию травм и повреждения у него не только рук, но и лица, и головы, потому что ребенок сможет удерживать свой вес за счет рук, за счет кистей. А укрепление связок кистей, оно вот начинается в этом возрасте, когда ребенок активно начинает играть. Во-первых, ему это доставляет удовольствие, но и сочетание эмоциональной полезности и полезности физической. Где-то в 4 месяца ребенок в норме начинает разговаривать. Понятно, что это определенные звуки, но если вы внимательны к своему ребенку, вы увидите, что звуки совершенно разные в период, когда ему радостно, и когда он сердится, или когда он что-то пытается отрицать. Они абсолютно разные, и внимательные родители прекрасно могут общаться с ребенком, понимая, что он хочет. Ребенок улыбается, ребенок активно двигает руками и ногами, и вот это как раз упражнение способствует, опять же, укреплению мышц. Чем больше ребенок активно, тем, естественно, мышцы укрепляются сильнее. И вот здесь ваша задача не мешать, то есть предоставить ему физическую возможность активно двигать руками и ногами. То есть не препятствовать, не завязывать, не пеленать, не скручивать, а дать возможность двигаться активно, причем это касается и сна тоже. Вот многие говорят о том, что вот во сне он там двигается, это его будет, поэтому фиксировать. Не надо ничего фиксировать, надо дать возможность ребенку развиваться естественно. И вот эти активные движения, они не только дают возможность ребенку развиться психоэмоционально, но и физически тоже. Это укрепляется. Значит, в этот же период ребенок начинает интересоваться активными игрушками. Во-первых, он начинает их брать, он их пытается удержать. И вот здесь очень важно дать ему такие игрушки, которые он может удержать. На самом деле они разные, и бывают большие, бывают круглые, бывают различные формы, которые очень тяжело держать. Это немножко позже. А пока в этот период они должны быть такие, что он может взять их в руку и удерживать. Эта ситуация дает возможность вот именно упражнения. Захват игрушки – это очень мощное физическое развитие мышц не только кистей, но и всей руки. Это с одной стороны. С другой стороны – это работа пальцев, то есть так называемая мелкая моторика, о которой мы уже с вами говорили. И мы с вами по поводу этого были у нас занятия, насколько это важно. Значит, естественно, игрушки должны быть, во-первых, шумные, во-вторых, цветные, яркие, для того, чтобы ребенок научился различать быстрее цвета. Это психоэмоциональное такое упражнение, которое дает возможность ему быстрее ориентироваться. Значит, и вот здесь я хочу обратить ваше внимание на одну деталь, немаловажную. Значит, старайтесь, чтобы ребенок брал в руки игрушку с отодвинутым большим пальцем. Вот вы наверняка обратили внимание, что маленький ребенок сжимает руку в кулак, вот так. Большой палец уходит. И если он берет игрушку вот так, вы должны поправить, должны приучать, чтобы большой палец был либо оттопыренный, либо лежал сверху, это дает возможность правильного формирования кисти. С одной стороны, с другой стороны, изменяет тонус самой кисти и влияет на организацию мелкой моторики ребенка. Рано или поздно, это скажется на действии процессов в коре головного мозга. В этот период у ребенка начинает исчезать повышенный тонус мышц стоп и кистей рук. И вот очень важно, чтобы вы были внимательны. Если ребенок 4-4,5 месяца продолжает вставать на пальчики, на цыпочки, это симптом плохой. Это симптом, говорящий о повышении мышечного тонуса, о том, что тонус держится больше, чем нужно, чем положено физиологически. То есть есть какие-то патологические процессы. Понятно, что это могут быть какие-то микропроцессы, понятно, что это могут быть какие-то изменения, легкие сигналы, говорящие о неблагополучии в физическом развитии ребенка. На это нужно обратить внимание и нужно принимать, соответственно, определенные меры. Ждать о том, когда это все пройдет. Не надо, мы теряем время того лечения, которое можно было бы использовать для улучшения здорового ребенка. Значит, вернемся к массажным движениям. В этот период они постепенно усложняются и увеличиваются больше времени. Мы делаем пассивным движением, так называемым пассивным. Сейчас я поясню терминологию, чтобы мы с вами говорили на одном языке. Значит, активные движения – это те движения, которые осуществляет сам ребенок. И мы ему договорились, что мы ему не мешаем осуществлять эти активные движения. Пассивные движения – это те движения, которые вы осуществляете, скажем, мышцами или участками тела ребенка сами. Ну, например, вот пример пассивного движения. Вы берете ножки ребенка и начинаете, скажем, поднимать своими руками или сгибать. Осуществляем сгибательные движения. Можно по очереди, как ходьба. Можно две ноги сразу вместе. То же самое мы делаем с руками. Разводим, сводим сами. Вот это пассивное движение. Так вот, пассивные движения в этот период, они становятся все более длительными, все более разнообразными, подключая те или иные мышцы к вашей работе. Значит, основным приемом массажа, который вы осуществляете в этот период, является вибрация или встряхивание. То есть, да, вот, движения легкие потряхивания, которые вы осуществляете, это движение ведет к расслаблению мышц с одной стороны, а с другой стороны они становятся, являются стимуляторами мышц напряжения, поэтому можно их использовать достаточно активно. Кроме того, в комплекс процедур, которые вы, с которыми вы работаете с ребенком, мы вводим новый массажный прием, который называется растирание. Значит, как он выглядит подушечками пальцев, мы активно растираем достаточно. Достаточно с плотным надавливанием мы растираем поверхности кожи ребенка. Да, как бы, напоминаю, что до этого мы говорили о поглаживании, мягкое движение, а сейчас мы говорим о растирании. Я надеюсь, вы поняли разницу, и когда мы будем проходить приемы на различных частях тела ребенка, мы будем говорить о растирании, вы уже знаете, как эти приемы проводятся. В этот период необходимо как можно больше увеличить процессы гигиены, в частности, ванны, обтирания, протирания ребенка. И по возможности можно начинать учить его плавать. Плавание очень хорошее упражнение, влияющее не только на мышцы и связки, но и на весь организм, на процессы обмена веществ, на работу органов внутренних, желез внутренней секреции и так далее, и так далее. Значит, ну и прежде чем мы с вами расстанемся сегодня на этом лекции, я вам хочу сказать, что время, которое вы тратите на упражнения, в этот период увеличивается. Если раньше это составляло где-то 10-15 минут, то теперь это будет составлять где-то минут 20-25. Соответственно, если ребенок здоров, если ребенок хорошо реагирует на ваши упражнения, если есть какие-то нюансы, то вы время уменьшаете или оставляете такое же. И в принципе, можно даже проконсультироваться у специалиста, почему ребенок негативно реагирует на те или иные упражнения, может быть, ему что-то мешает, и это своего рода будет ранняя диагностика тех движений, и работа с теми мышцами, с их проблемами, с которыми вы сталкиваетесь. На этом наша сегодняшняя встреча заканчивается. Я благодарю вас за внимание, и до новых встреч, где будем говорить уже о технике проведения массажа и гимнастики ребенка в возрасте 4-5 месяцев жизни. Спасибо. Будьте здоровы.